На днях услышала фразу «Для хороших дел повод не нужен». И ведь это правда. Организация волонтеров «Клуб Добряков», например, пригласила многодетных мам или просто женщин с кучей проблем в салон красоты. Да, мы прошли целый комплекс бьюти-процедур, после чего задумались, а такие ли серые мои будни? Я вам как девушка скажу, когда ты себя любишь, то ничто не может тебя сломать. За плечами этих с виду обычных женщин кроется целая драма, и привычный для многих поход в салон красоты – лишь мечта, которая сегодня превратилась в реальность. Жедра выпустилась из детского дома, можно сказать, в никуда. Затем беременность, неудачные отношения, и вот она одна воспитывает грудного малыша. С работы дела обстоят туго и за ребенка на руках. Разве тут будешь думать о масочках, пилингах и татуаже? Мы иногда забываем, что мы женщины. С утра просыпаемся, вся проблема, думаем о проблемах. Иногда я думала, что я некрасивая, хожу всегда как мужик, неухоженная. Вот сейчас только думаю, что я женщина. А у Гаухар детей в семь раз больше. Женщина даже медаль имеет, как мать-героиня. Вот только мужчина-герой куда-то делся, и ей приходится одной нести тонны грузоответственности. А вот хотя бы на капельку косметики времени никак не найти. Я чувствую себя лучше сейчас, лучше себя чувствую, более женственной вот так. А дома я вот как за отца, как за маму. Мне вот сейчас сделали маникюр, сейчас я на стрижку пойду, потом на макияж. Многодетная мама Мин Сулу тем временем уже увидела себя новую и красивую в зеркале. Женщина на время даже потеряла дар речи от того, до сколько она может сиять. Ой, спасибо. Именно такое вообще не ожидала вообще. Я же говорю, я себя не узнаю. На этой бьюти-нотке сюрпризы не закончились. Впереди их ждал поход в ресторан и роскошный ужин. Только обойтись решили без камер и журналистов. Все-таки посекретничать хочется и обсудить настоящие женские штучки. Яна Пучкова, Руслан Хасанов, Новости Ревюк.